Всем привет! Это взгляд ТК на Pallet Jetstream GTX 770. Об этой видеокарте вы нас слезно просили рассказать много раз. Что ж, приступим. Серия Jetstream компании Pallet – вершина ее продукции. Более навороченный кулер, нереференсная печатная карта и, конечно же, заводской разгон. Многие мечтают об этой модели, и давайте посмотрим, действительно ли все так хорошо. Под стать карте выполнена упаковка. Она абсолютно не похожа на обычные модели производителя. Габариты коробки не назовешь маленькими, они существенно превосходят саму видеокарту. С лицевой стороны на матовом черном фоне глянцем выделен иероглиф, обозначающий ветер. Лицевая часть по совместительству является крышкой, за которой скрывается окошко, позволяющее рассмотреть видеокарту. Самый распространенный вариант версии с 2 ГБ оперативной памяти, но есть версии с 4 ГБ, и мы их сравним между собой, не беспокойтесь. В коробке с видеокартой пользователь обнаружит мануал, диск с трейверами, наклейку, переходник питания 8 пин, 2 по 6 пин, который понадобится, если ваш блок питания имеет только 6-пиновые коннекторы для видеокарт, переходник DVI-VGA, переходник HDMI-DVI. Для компьютера с одной GTX 770 будет достаточно блока питания мощностью 600 Вт, а для двух хватит 800 Втной модели. Дополнительное питание подается через два разъема 6 пин и 8 пин, по умолчанию на карте 4 видеоинтерфейса, 2 DVI-HDMI и DisplayPort. К системе можно подключить 4 монитора, а в случае трех мониторов можно использовать 2 DVI-HDMI. В этом преимущество перед решениями от AMD. Когда для трех мониторов обязательно нужно задействовать редкий DisplayPort или использовать специальные активные переходники для него. Длина видеокарты составляет 28,5 см, это на 1,8 см длиннее референса, хотя во все продаваемые ATX корпуса палец Jetstream влезет. Но неприятно, что карта на 1 см толще референса и занимает не 2, а 3 слота в системе. Если у вас будет две такие карты, то 6 из 7 слотов будут заняты. Этот факт не все знают и возможно это отпугнет многих наших слушателей от покупки. Карта имеет два разъема Mio для объединения двух, трех или сразу четырех видеокарт в SLI-режим. А вот кстати давайте посмотрим, что будет от использования нескольких видеокарт. Ресурс neoseeker.com дает следующую картину. Вот возьмем наши постоянные настройки, в которых мы тестируем. Это Full HD, максимальное качество картинки и четырехкратное мать его сглаживание. В Crysis 3 одна 770 демонстрирует 36,7 FPS, а две уже 66,9 FPS. То есть почти двухкратный прирост. А вот добавим третью карточку и что у нас получится? 78,8 FPS. Прирост уже незначительный. Потеря балансировки, цена, качество. Теперь про не менее интересное. Особенности не референса. Другой дизайн платы. Применено 8,6 фаз питания. С обратной стороны есть площадки для замера напряжения, чипа памяти и PLL. Они понадобятся, если кто-то станет мучить плату разгоном под азотом. Установлена оригинальная система охлаждения Jetstream с тремя вентиляторами диаметром 80, 92 и 80 мм. А вот тип памяти, как у референса, остался неизменным. Это снова GDDR5 производства компании Samsung в количестве 8 штук. Поверхность платы закрывает черная рамка из алюминиевого сплава. Помимо функции отвода тепла, рамка обеспечивает дополнительную жесткость конструкции. Теперь про уровень шума. Помните, мы тестировали GTX 770 отзоток, и карта была тихая даже в нагрузке. Шум с 1 метра 31 дБ. Это меньше комнатного уровня днем. Конечно, у нас были надежды, что палит Jetstream будет такая же тихая. Если в простое вентиляторы вертятся на 810 оборотов за минуту, то в нагрузке 1650 оборотов за минуту. Турбочастота чипа у референса 1085 МГц. У палит Jetstream 1202 МГц. Отсюда вывод. Производитель уже сделал разгон до нас. Память гонится с 7000 до 7932 МГц. Вот память надо гнать, так как в этом плане заводского разгона нет. Ну и напоследок, какую версию брать? С 2 или с 4 гигабайтами памяти на борту? Обратимся на islandbabletech.com. Смотрите в таблицу и плачьте. Crysis 3 результаты идентичны. Даже на сверхразрешениях. И это с 4-х кратным сглаживанием. В Metro Last Light меньше 1 FPS разница. Вот так разводят вас ушлые маркетологи, а вы ведетесь. И еще, наверное, мечтаете. Вот выйдут игру будущего, уж там карта себя покажет. Что касается цен, смотрите. В XCOM Shop есть не Jetstream двухслотовая версия с тремя вентиляторами за 12273 рубля. Трехслотовая Jetstream версия обойдется в CityLink на 587 рублей дороже. Все еще хотите версию в 4 гигабайт? Переплатите 2000 рублей, что мы вам категорически не советуем. Что же в итоге? Вы так сильно хотели Jetstream, но она разочаровала. Разогнать карту можно и так, а вот зачем, спрашивается, занимать лишний слот. С вами была Олеся. Подписывайтесь на наш канал. Всем мир!